Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Циклон Даниэла дойдет до Анапы к выходным. К чему готовиться? Если хочешь быть здоров – закаляйся. Как уберечься от гриппа? Борьба за жизни спасенного дельфина. Новые подробности трагедии. Всегда в гуще событий. Сегодня день российской печати. Профессиональный праздник для огромной армии людей, которые трудятся в мире журналистики. Глава Анапы Сергей Сергеев встретился с руководителями и сотрудниками печатных СМИ города-курорта. Получился интересный и совсем непраздный разговор. Встреча началась с теплого поздравления газетчиков. Сергей Павлович поблагодарил журналистов за работу в ушедшем году, за искреннее стремление показывать реального человека, его жизнь, за желание искать и находить новые имена и факты, прославляющие Анапу. Анапское Черноморье, Анапа, Черноморка, Ваша газета, Твой успех, Статус Плюс. И это еще не весь список периодических печатных изданий Анапы. В каком еще городе Кубани столько газет? Если газеты живут, значит, они нужны людям. Те вопросы, которые волнуют людей, а вы чаще узнаете раньше других об этих вопросах, а я, поверьте, чаще знаю ответы на эти вопросы, чтобы у нас была прямая связь. Через вас. Узнавать информацию от первого лица хотят и журналисты. И предлагает Сергееву, давайте чаще встречаться. Проводить там брифинги, пресс-конференции, ежемесячные или двухнедельные, или еженедельные, буквально полчаса максимум. Сергей Павлович поддержал предложение и отметил, сенсации и жареные факты хороши только тогда, когда они достоверны и поданы объективно. Как ни старались журналисты превратить праздник в пресс-конференцию, гостями встречи все-таки были они. Сергей Сергеев предложил издателям рассказать немного подробнее себе, вспомнить, какие пути дороги их привели в профессию. С удовольствием. И даже поделились секретом успеха. Спрашиваем у почтальонок, которые нам помогают подписывать, а у нас нашу газету почему подписывают? Они говорят, а мне выпишут ту газету, да я про любого показываю. Вот такая ситуация по истории любви. У каждого издания есть свое лицо и свой читатель, подчеркнул глава курорта и пожелал газетчикам успехов в наступившем году. Выпускникам школ и студентам профессиональных организаций Краснодарского края предстоит в ближайшем будущем пройти серьезные испытания. До 1 февраля им необходимо определиться с выбором предмета ЕГЭ. К этому времени нужно подать соответствующее заявление. Школьники могут сделать это в своих школах, а студенты профессиональных организаций в муниципальных органах управления образованием. Помимо этого студентам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и справку из профессиональной образовательной организации, в которой они обучаются об освоении образовательных программ среднего общего образования. И к другим темам. В ближайшее время на территории Краснодарского края ожидается резкий подъем уровня воды в реках. МЧС рекомендует быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Не обойдут последствия циклона Даниэла и Анапу. Мы ожидаем, что эта неделя тоже нам принесет неприятные сюрпризы, а они будут проявляться в следующем. Четверг, пятница, предстоящие дни – это неустойчивая погода. Суббота, воскресенье – мы опять же ожидаем очень сильные осадки. Причем эти осадки могут быть соизмеримы с месячной нормой осадков. С мобильного телефона – это звонок на 112. Вас переключат либо на пожарную службу, либо на ИДДС. Также можно позвонить по телефону 320-94 и со стационарного телефона 051. Непогода заставляет не только соблюдать все меры безопасности, но и обратить внимание на свое здоровье. Медики настоятельно рекомендуют заняться профилактикой простудных заболеваний и гриппа. Начало текущего года анапчане отметили не только праздниками, но и участившимися случаями простуды и гриппа. Впрочем, в прошлом году эпидемический подъем заболеваемости был зарегистрирован в этот же период. Врачи отмечают, что вирус H1N1 является устойчивым штаммом вирусной инфекции, которая может вызывать осложнения. Однако беспокоиться анапчанам пока не стоит. По словам начальника управления здравоохранения Анапы, все показатели в пределах нормы. Зарегистрированы единичные случаи заболеваний гриппом лабораторно подтвержденные. Летальных случаев нет. При этом я хотел бы сказать, что в период с сентября по декабрь 2015 года профпрививки получили почти 65 тысяч человек, жители Анапы. Это как раз та категория населения, которая имеет иммунитет и препятствует распространению этой инфекции. Также главный врач Анапы дал несколько советов, как уберечь себя от простуды и вируса. Медики готовы в этом оказать всю необходимую помощь. В первую очередь, конечно, это профилактические прививки, о которых я сказал. Второе – это противовирусные препараты в профилактических целях – избегать переохлаждения, здорового образа жизни, правильного питания. Роспотребнадзор также держит руку на пульсе эпидемиологической обстановки города. По словам директора Анапского отделения Роспотребнадзора Ларисы Медведевой, январь и февраль традиционно являются самыми опасными с точки зрения заболеваемости. Именно в этот период каждый год прогнозируется и регистрируется подъем количества заразившихся ОРВИ и гриппом. Санитарно-эпидемиологическая обстановка контролируется постоянно. На сегодняшний день мы ведем мониторинг за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Какова ситуация на 13 января? Заболеваемость ОРВИ и гриппом на сегодняшний день – 21 случай за прошедшую неделю. То есть вот с 1 января буквально. То есть интенсивный показатель на 10 тысяч населения – 1,3. Что гораздо ниже показателя, при котором мы говорим об эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меньше он эпидемического порога в 44 раза. Однако расслабляться анапчанам все же не стоит. Врачи отмечают – кто предупрежден, тот вооружен. Профилактические мероприятия, особенно в отношении детей, не прихоть, а необходимая мера, особенно в переменчивую погоду. Стала известна причина смерти одного из дельфинов в дельфинарии Большую Триш, которую привезли туда для реабилитации. Напомним, двух черноморских афалин доставили в дельфинарии в начале декабря из поселка Веселовка Темрюкского района, где они находились в опасных для их жизни условиях. Дельфина Зевса не так давно перевели в общий бассейн. Сейчас, говорят ветеринары, его состояние вызывает у них оптимизм. За время лечения он стал более активным и хорошо питается, набрал веси и великолепно общается с другими дельфинами. Ветеринарный врач дельфинария Мирон Богосян участвовал в транспортировке животных. Говорит, что за пять лет работы не испытывал такого шока. Дельфинов держали в силосной яме, заполненной ледяной водой. Самка по кличке Дельфа умерла в конце декабря. Однако причины смерти стали известны только сейчас, после вскрытия. Вскрытие было произведено, отобраны специальные пробы, после чего выданы результаты и акты, говорящие о том, что животное погибло в результате механического повреждения позвоночника, поражения дыхательных центров. При вскрытии были обнаружены, диагностированы бронхопневмония запущенная, также, как я и говорил, механическое повреждение позвоночника и головного мозга. Просто животное в дальнейшем не могло дышать, двигаться, и оно, в принципе, захлебнуло и утонуло. Известно множество случаев, когда животные используются людьми для зарабатывания денег. Естественно, никакого ухода за ними не ведется, и, как следствие, предсказуемый финал – гибель питомца. Случай с дельфинами Дельфа и Зевсом на Черноморском побережье – первый. Впрочем, весьма показательно то, что виновных все же привлекли к ответственности. Правда, только административной. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Сегодня наш рассказ о тех, кто делает наш город чище и красивее. Работа, которую к 70-летию Победы выполнил в этом году этот человек, настолько филигранна, что перемены, произошедшие в священном для города воинской славы месте, заразительны. Оказывается, реконструкцию можно выполнить в таком идеальном следовании проекту, что общая картина раз и навсегда затмевает прежнюю. Всегда зеленая трава – это целый гектар рулонного газона на автоматической системе полива. Зеленый массив парка пополнился хвойными деревьями и кустарниками. Почти полторы тысячи лиственных заняли свои места так, как будто всегда здесь росли. Всего же по городу под руководством директора «Зеленстрой» было высажено почти 3000 штук деревьев, 243 тысячи цветов, уложено 2 гектара рулонного газона. Анапе, безусловно, повезло в том, что гостогаевец Олег Андреевич Салтановский после окончания Воронежской лесотехнической академии вернулся в родные сердца места. Здесь он провел свое детство на лесном кордоне, где его дядя, опытный лесничий, привил ему любовь и бережное отношение к природе. Поэтому в институте Олег не случайно выбрал специализацию «Лесное и садово-парковое хозяйство». Салтановский Олег Андреевич – директор «Зеленстрой», профессионал высокого класса, замечательный руководитель предприятия, которое успешно работает на благо города уже 80 лет, глава многодетного семейства. Получает сегодня общественное признание в номинации «Проект года» за реализацию проекта реконструкции сквера воинской славы. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 14 декабря, в Анапе пасмурно дождь. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 6, ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей.